Российская агрессия эхом отзывается и за пределами Украины. Об этом на встрече с главой МИД Казахстана заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уверил, что США и Казахстан были стратегическими партнерами в течение вот уже 30 лет. И сейчас, во время кровопролитной войны в центре Европы, такая дружба, проверенная временем, как нельзя кстати. Что мы видим сейчас в свете российской агрессивной войны в Украине? Это то, что она отзывается эхом за пределами Украины, включая и Центральную Азию в сфере продовольствия, энергетики, торговли. И мы работаем над тем, чтобы справиться с побочными эффектами агрессии. Энтони Блинкен, госсекретарь США. США рассматривают возможность временной отмены санкций на белорусские калийные удобрения в обмен на транзит через территории Белоруссии украинского зерна, заблокированного российской армией в украинских портах. Российское правительство, по-видимому, считает, что использование продовольствия в качестве оружия поможет достичь того, чего не смогло сделать вторжение – сломить дух украинского народа. Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов других людей по всему миру в буквальном смысле стало заложником российских военных. Энтони Блинкен, госсекретарь США. «Газпром» уведомил финскую государственную энергетическую компанию «Газум» о прекращении поставок газа с 21 мая. Всё из-за отказа рассчитываться за топливо рублями. К такому шагу Москвы Финляндия подготовилась загодя. Арендовала американский плавучий терминал для приёма и хранения сжиженного природного газа на 10 лет. Вместимости терминала достаточно для покрытия нужд как Финляндии, так и Эстонии. «К большому сожалению, поставки природного газа по нашему договору о поставках теперь будут прекращены. Однако мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет сбоев в работе газотранспортной сети, мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов в ближайшие месяцы». Мика Вильянен, генеральный директор компании «Газум». Страны J7 выделят почти 20 миллиардов долларов на укрепление финансовой системы Украины, а Канада продолжает вводить санкции против РФ. На этот раз под ограничения попали 14 россиян – близких соратников путинского режима. Санкции также включают запрет на экспорт в Россию алкогольных напитков, табака, одежды и обуви, класса люкс, аксессуаров, ювелирных изделий и предметов искусства. В 2021 году оборот этих товаров составил более 75 миллионов долларов. Путинский режим должен и будет отвечать за свои неоправданные действия. Канада вместе с союзниками будет неустанно прилагать усилия для оказания давления на российский режим, пока он не утратит способность вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украине и её народа. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь выразил опасения, что Россия не остановится на Украине. Под угрозой вторжения, по его мнению, ближайшие наши соседи. Со стороны России представляет угрозу стабильности всего региона и, в частности, Молдовы, глядя на произошедший в регионе инцидент. Это показывает, что возможно распространение конфликта и на соседние государства. Франция особенно внимательно относится к ситуации безопасности в регионе. Китай рекордно нарастил объёмы закупаемой у России нефти. Поставки сжиженного природного газа и вовсе выросли на 80%. При этом Пекин может диктовать свои условия России по цене. Скидки за баррель могут достигать 29 долларов, то есть примерно 33% от рыночной цены. В апреле экспорт российского угля в Китай увеличился вдвое. Для Китая покупать российский уголь выгоднее, чем добывать собственный. В последние месяцы санкции привели к резкому раздвоению мирового рынка угля, поскольку сейчас многие импортеры не могут или не желают импортировать уголь из России. Поскольку пул покупателей становится всё меньше, те импортеры, которые могут и желают покупать уголь из России, платят за этот уголь по гораздо более низким ценам. Тоби Хасал, аналитика отдела исследований рынка угля Лондонской фондовой биржи. Доход России от продажи газа странам Европы по итогам 2022 года составит 100 миллиардов долларов, вдвое больше, чем год назад, следует из прогноза американской финансовой группы Citigroup. Всё это из-за повышения цен на энергоносители. Но, как говорят экономисты, наиболее эффективным вариантом давления на путинский режим будет даже не отказ западных партнёров от российского газа и нефти, а запрет экспорта в Россию, когда деньги есть, а купить нечего. Без поставок она не справится. То есть поставок западных технологий, оборудования товаров и так далее. И это более важно, как мне кажется, чем перекрытие денег. Западные страны могут создать картель покупателей российской нефти для контроля за повышением цен. В его рамках будет установлен ценовой потолок, что позволит сократить нефтяные доходы российского бюджета без чрезмерно негативного воздействия на мировую экономику. Юлия Бирь специально для информационного марафона Freedom, телеканал UA.